Тем временем в Литве решили объявить национальным героем пособника нацистов и военного преступника Адольфоса Романаускаса Ванагаса. Национальным героем его объявили за то, что он возглавлял так называемых лесных братьев, которые с конца войны вплоть до середины 50-х годов прошлого века боролись с советской властью на территории Литвы. По этому случаю 6 сентября, простите, октября в Вильнюсе с участием руководства Литвы состоялось торжественное перезахоронение останков этого так называемого борца за независимость. И обратите внимание, при полном молчании западных столиц, которые словно поощряют прибалтийские власти возводить в разряд героев союзников Гитлера. Продолжить тему Юлия Гробовская. Вот так под звон колоколов с государственными знаменами и всеми возможными почестями в Вильнюсе хоронят главаря националистического формирования лесные братья Адольфоса Романаускаса Ванагаса. Он здесь герой. А месяц назад, вблизи городка Меркине, историки-антифашисты нашли полузабытую могилу, где похоронены больше 800 мирных жителей, жертвы героя Ванагаса и его команды. Однако такой, мягко говоря, казус власти Литвы ничуть не смущает. Как и то, что эти 800 погибших далеко не все жертвы их великого героя. После войны лесные братья убили в общей сложности около 25 тысяч жителей Литвы. Но это вовсе не мешает президенту страны Далии Грибаускайте скорбеть у гроба Адольфоса Ванагаса. Грибаускайте говорит, что он для нее важный человек, потому что боролся против советских оккупантов. Сегодня мы можем не только говорить о нем, но и порадоваться, что очень важный для нас человек, которого мы называем Ванагас, будет похоронен и мы будем чтить его могилу. Наших ученых не ввели в заблуждение фальшивые документы КГБ. Мы смогли отличить, кто является героем, а кто нет. Проблема лишь в том, что документы КГБ, обличающие Ванагаса, отнюдь не фальшивые. И каким героем на деле являлся Адольфос Ванагас, как и его соратники, история известна. Это сначала он был скромным учителем, но уже в 1941-м начал сотрудничать с нацистами, активно участвовал в уничтожении евреев, а также тех, кто симпатизировал советской власти. Журналист-антифашист Гедрюс Грибаускас, который и нашел могилу в Меркине, подтверждает это фактами. То, что он приходил в некоторые деревни, и там людей, которых они якобы включили такие списки ненадежных, они расстреливали, причем семьями. Об уничтожении евреев в Литве руками самих же литовцев год назад рассказала и писательница Рутавана Гайте. Ее книга «Наши» буквально разделила литовское общество. Такую правду услышать были готовы далеко не все. Ведь литовцы участвовали в этих казнях добровольно. Официальный литовский нарратив, что если бы ты не стрелял бы на еврея, в еврея тебя бы стоял сзади немец, он бы тебя застрелил. Это неправда. Во многих местах массовых убийц вообще не было немцев. Или же они фотографировали. А работали литовские офицеры из независимой литовской армии. Рутавана Гайте засвидетельствовала. Истребление евреев в Литве было поставлено на поток. Пособники нацистов уничтожили более 200 тысяч человек. Это 90% всего еврейского населения страны. Их спрашивает, а вы не чувствуете вины? Он говорит, ну нет, это же моя работа была такая грязная. И тогда корреспондент у него спрашивает, а если бы там отец с сыном ложится на эти горящие тела, так кого вы стреляете, первого отца или сына? Он говорит, да вы что, мы же не звери какие, чтобы в глазах у отца ребенка расстреляли. Конечно же первым стреляем отца, а потом уже ребенок он ничего не понимает. После таких высказываний разразился скандал. Издательство, выпустившее «Наши», отказалось сотрудничать с Ваной Гайте. Ее книги изъяли из продажи. Есть даже информация, что из-за преследований писательнице пришлось покинуть страну. Похожий прессинг испытал на себе депутат горсовета Клайпиды Вячеслав Титов два месяца назад. Когда совет проголосовал за увековечивание памяти Адольфа Сараманауска Саванагаса, он единственный выступил против. Сказал, что не будет поддерживать военного преступника. Сколько тебе Москва платит? Ответь! Городской совет уже проголосовал и подал на меня Верховный административный суд. Практически синхронно Клайпидская прокуратура начала досудебное расследование в моем отношении по 313 статье Уголовного кодекса за умиление памяти усопшего. В квартире и офисе Вячеслава провели обыски. Изъяли компьютеры, ноутбук, телефоны. С какой целью, трудно сказать. Чудом сохранилась вот эта крамольная по нынешним литовским меркам книга. Жертвы партизанского террора, изданная в Вильнюсе в 2011 году. Кстати, после издания она тотчас же исчезла из продажи. В ней содержится фамилия всех 25 тысяч погибших от рук лесных братьев-литовцев. Я со вспоминаний бабушки помню, кто такие вот эти лесные братья. Почему вот староверы, литовцы бежали из деревень в большие города, где считалось спокойней жить. И за это время, вот после этого дела, я получил огромное количество звонков с разных регионов Литвы. Там бабушки, дедушки звонили, благодарили меня за то, что я это озвучил, потому что им тоже неприятно смотреть все, что у нас в стране происходит, потому что они являются живыми свидетелями. На их глазах убивали родителей, сестер, братьев. Сейчас именами лесных братьев названы школы, в их честь устанавливают памятники и мемориальные доски. Ведь идентичность своей нации в Литве строят на противопоставлении себя России и героизации военных преступников. Иначе говоря, нет у тебя героев, соответственно, надо использовать тех, которые есть. А все герои, это активисты из Литовского фронта, которые были аффилированы, как бы мы сейчас сказали, с немецкой военной разведкой задолго до июня 41-го года, которые немало постарались для того, чтобы Литва была юденфрай. Другая проблема здесь состоит в том, что немцы не собирались создавать никакую Литву, национальную. Независимую. Но ведь об этом можно не говорить литовскому обывателю, что, собственно, и происходит. А в четверг стало известно, что в Аль-Литусском районе Литвы снесли памятник советскому воину-освободителю. Скульптура была установлена больше 30 лет назад на месте одного из первых танковых сражений, которое произошло 22-23 июня 1941 года. Первоначально она символизировала победу над гитлеровцами. Теперь эти обломки символизируют лицемерное перерождение спасенной от нацизма Литвы. Эти действия, ничто имея как гадкое лицемерие, когда они в отношении России строят различные обвинительные формулы, выстраивают какие-то обвинительные действия, почему они не посмотрят, что у них происходит? Что у них происходит с правами человека? Что у них происходит с тем, как они героизируют нацистов? Тех людей, которые уничтожали своих же сограждан. И они сейчас оправдывают этих убийц, за которыми десятки тысяч, десятки тысяч жертв. Кстати, забавный парадокс. Ванагаса, который убивал коммунистов, прославляют сейчас именно его потенциальные жертвы. Бывшая партийная номенклатура, а ныне руководство Литвы. Интересно, выжила бы сама президент Даля Грибаускайте, дочь офицера НКВД и некогда ярая коммунистка, если бы попала в руки героя Ванагаса. Вряд ли. С такими разговоры у лесного брата был короткий, пуля да яма. Вот за это и чтит теперь глава Литвы фальшивого литовского героя. Юлия Гробовская, Александр Кучаев. Аналитическая программа «Постскриптум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова